мы с вами в студии живописи и рисунка где сама атмосфера пропитана творчеством а это значит самое время простыми словами и красивыми кадрами рассказать о том что происходит в нашем красивом городе это beauty time всем здравствуйте начнем мы с подробного видео отчета о том как здесь в студии живописи муза проходил пятидневный интенсив для детей юные художники не только писали каждый день картины но и изучали телевизионное мастерство меня зовут кристина и вы смотрите мне очень-очень понравилось ой ой коляка-маляка я уже не помню я путаюсь что тебе больше всего понравилось я закончу меня зовут кристина и вы смотрите beauty time отдохнуть от школы и погрузиться в мир творчества мы вместе с художественной студии градиент устроили ребятам каникулы в стиле тиви арт пятидневный интенсив работа с различными материалами в нескольких стилях и полное погружение в мир телевидения это картина созданная стилем импризионизма импризионизм это не просто штрихами рисовать мазками нам рассказывали какие именно оттенки должны присутствовать на картине то есть синий желтый зеленый и так далее они не ладят все ну так получается что они вместе однажды гуляли и увидели друг друга они очень друг другу понравились семья котик в жизни мы прожили сейчас эмоции любовь да вот сейчас вы должны испытать и полюбить свою картину максимально и финальные мазки у нас должны быть самыми эмоциональными и если художник импрессионист выражает свои эмоции и чувства то журналист конечно мысли ребята учились презентовать себя уверенно держаться в кадре и задавать правильные вопросы здравствуйте меня зовут оделия мне 7 лет меня зовут марика мне 10 лет меня зовут софа мне пять лет меня зовут кристина мне 9 лет меня зовут ванн я ученик 7 класса увлекаюсь рисованием и танцами физикой 3d моделирование и живопись еще люблю подвижные я получила по плаванию две медали 3 и 2 место и недавно я заняла первое место во всероссийском конкурсе рисунков и пришла в этот лагерь чтобы научиться еще лучше рисовать что ты любишь делать что у тебя получается и и почему тебе это нравится на любишь ли ты рисовать как сказать я не могу сказать потому что я это очень сильно люблю а вот ты больше любишь животных или птиц это очень сложный вопрос потому что наверное птиц я больше люблю изофаз а вот животных всяких мягеньких больше трогать гладить вот животных я выбираю меня зовут милена мне 8 лет меня зовут полина мне 9 лет меня зовут настя я учусь в третьем классе я зовут мира мне 7 лет меня зовут аня мне 9 лет скоро будет 10 я увлекаюсь игрой на скрипке гитаре и хожу на балет занимаюсь рисованием танцами закончила учебная пятерки какие картины ты больше всего любишь рисовать я люблю рисовать котиков и драконов а лепить что больше всего любишь драконов и котиков как сказать люблю учиться скорее всего просто люблю проводить время со своими друзьями в школе что для тебя самое сложное в рисовании самое сложное это придумать смысл рисунка подобрать к нему цвет и изобразить свою идею на холсте меня зовут Киева мне 7 лет меня зовут Женя мне 9 лет меня зовут Маргарита мне 7 лет меня зовут Кристина мне 9 лет меня зовут Варвара мне 9 лет я люблю рисовать и рукодельничать я увлекаюсь танцами направление на детский хип-хоп и сейчас еще хожу в музыкальную школу а хожу я на английский и танцы танцы называются черлинин новый день новые задачи ребята познакомились с символизмом и конечно же написали в этом стиле новую работу символизм это надо что-то добавить своего в рисунок это символы которые на картине художник должен понимать зачем эти символы я решила добавить перышко и листочек это у меня лампочка чтобы было освещение и чтобы моя птица приглядывала за своими будущими птенциально самое сложное наверное было нарисовать гнездо потому что здесь надо было прям каждую деталь веточки прорисовать цветы добавить листья я просто хотела чтобы ребята почувствовали большую свободу в своих действиях что живопись это не только то что мы видим работа с референсом это и наши эмоции которые мы можем вложить посредством каких-то символов на смену кисти снова пришел микрофон ребята осваивали жанр репортажа и вещали прямо с места событий здравствуйте сегодня мы с вами находимся в студии градиент за моей спиной сейчас проходит урок очень очень много девочек и мальчиков которые нарисовали просто замечательных кодиков давайте познакомимся с учениками сегодня я знаю как им понравился или нет работать с акварелью репортаж из видеоряда он стоит из закадрового текста и он состоит из кусочков интервью вот мы сегодня как раз с вами интервью и займемся легко вам удалось нарисовать эту картина это было достаточно сложно так как я впервые рисую акварелью трудно ли было работать с акварелью ну немного было трудно потому что можно было пятно какое-нибудь нечаянно сделать как называется твоя картина радужный кот замечательное название что вам больше в ней нравится мы сегодня делали акрелью такие потеки и мне они больше всего понравились потому что они придают яркости и необычности картине расскажи а чем отличается акварель от гуаши как с чем легче работать с чем тяжелее ну вот конечно же легче работать с гуашью потому что она не растекается как акварель а мы с вами идем к следующему мольберту самой юной участнице этого урока софии привет как называется твоя картина радужная страна веселья и смеха давайте спросим с кем им больше нравится рисовать со взрослыми или с детьми я очень люблю работать с детьми потому что ваша сумасшедшая потрясающая энергетика меня очень вдохновляет с детьми потому что очень забавно каких ты уже животных писала и какие тебе больше понравились писала сову собаку и кошку сегодня больше понравилась кошка заключительной техникой арт интенсива стал скетчинг у кого-то например скетчинг да это маркеры но скетч это любой материал и это смешанная техника то есть смысл быстрого рисунка заключается в том что мы работаем карандашами маркерами красками сочетаем это все вместе и у нас получается какой-то законченный быстрый рисунок просто без карандаша коды делаем набрасывать всякие линии и так далее нам не говорили что мы рисовать будем мы сами выбираем вот мы определились и рисовали авокадо сначала мы раскрашивали вот внутренность более салатовым цветом потом мы намешали вот такой корку чтобы ну более отличалась я сделала с помощью пальцев просто берешь белую краску и вот так вот размазываешь надо очень стараться не отвлекаться я вот быстро как тут наделала но все равно я старалась и не отвлекать на другие шумы и все таки у меня получилось нормально различается у каждого свой стиль каждое рисование например как будто ближе вот этот же скетчинг кто-то любит очень такие медленные картины пейзажи каникулы в стиле тиви-арт помогли ребятам отыскать свой стиль и научиться выражать мысли раскрепоститься и перестать бояться камеры эти пять дней непрерывного творчества и публичных выступлений оставили свой след жизни каждого из ребят вместе с педагогами они стали еще ближе к искусству и конечно друг другу можно работать масками или быстротехниками как раз сегодня работали управили за час когда с акварелью это очень сложно потому что акварель она более прозрачная и она всегда текет она может потечь вот не в тот момент который тебе нужно а гуаша может она не текет и она может перекрыть вот это все которое некрасивое мне кота понравилось это рисовать потому что вода и не буду ругать если слишком много воды взял понравились преподаватели здесь они одинаково все хорошо относятся к нам и помогают нам мы узнали немножко про разных художников и про стиль рисования у каждого художника разные вкусы они этим отличаются я наблюдала всю неделю за детьми и это действительно было от маленьких робких вообще человечков которые очень сильно переживают боятся боятся друг друга ведь когда они вставали в пары это ну я честно признаться наблюдая за этим прям не знаю были самые теплые чувства как будто бы прям мои дети вот растут с каждым днем росли они правда очень очень круто и прогресс за неделю просто колоссальный мне понравилось журналисты как выбрали друг у друга интервью спрашивали учились задавать вопросы надо было придумать этот вопрос и сделать так чтобы ответ на них не был да или нет это так интересно называть что-то новое о других мастерствах нам круто мы передаем вам лучки тепла и сердечки кто умеет сердечки делать у меня одна рука кто со мной второй мы уже много раз посещаем съемочной группы beauty time лекции по брофитингу где выступает специалист по подбору анатомического нижнего белья каждый раз узнаем что-то новое и сегодня расскажем о том как правильно разнашивать и как правильно привыкать к индивидуально подобранным комплектом а также как правильно за ними ухаживать и конечно же в этот раз нам компанию составят участницы пятого сезона проекта модель x в каждом сезоне проекта модель x есть лекции по профитингу правилам подбора идеального нижнего белья мы обычно присутствуем на этих занятиях каждый раз узнаем что-то новое а сегодня наша задача систематизировать полученные знания продукты происходят разработки поэтому не стоит дешево это не ваш размер давайте говорю лучше постараюсь ли это базовое белье я как бы ну вам закажу да если это вот еще такая коллекция которую можно подсортировать я лучше привезу этот ну ваш размер который вы потом походите первое откровение с которым сталкиваются непосвященные в брофитинг дамы это размерный ряд у профессиональных брендов он может достигать 200 размеров которые учитывают все анатомические особенности широкая размерная дни вообще существует в мире а не так как привыкли все 16 20 до из масс-маркета ну во вторых по посадку без галтера как это должно быть что пояс нужно брать там потуже чтобы чашечка должна быть не топорщиком да и не быть свободным поэтому как бы ну в основном конечно это такие вот стандартные вопросы редко когда появляются вернее не редко а вопросы появляются такие уже более глубокие после уже мастер-класса когда приходит новая информация от меня оля сломала все мои представления по моему размеру он оказался значительно меньше нежели чем я себе выбирала представление сломала о том что для мужчин в брофитинге тоже оказывается есть своя линейка удобная такая о которой они знать даже не знали до этого проекта я не знала что существует такая специальность такого направления такой индивидуальный подход по и сама услуга была для меня в новинку раз мы привыкли всегда полагаться на себя оказалась кто мне может помочь кроме как я сама я же себя вижу растолько нюансов физиологических и эстетических оказывается очень много так сказать нюансов в этой сфере так как я косметолог я всегда считала что под белый халат требуется белое белье а тут я не не рассказали показали я подумала почему правда не бежевая уже не видно совершенно размеры подбирают подбираются для каждого индивидуально что существует три типа также корректирующего белья еще один важный момент новое белье индивидуально подобранное становится комфортным после двух трех стирок и нескольких дней эксплуатации за это время бра как бы подстраивается по телу а также из него вымывается крахмал им пропитывается эластан чтобы избежать деформации в процессе производства существует правило трех бра то есть один мы носим второй отдыхает третий в стирке есть такое правило что эластан восстанавливается сутки то есть если вы поносили один день без галтер дайте ему второй день отдохнуть тогда он придет свою форму и будет ну как бы служить гораздо дольше поэтому нужно начать просто хотя бы с одного участка нему прилипнуть потом уже начинать разначит например второй но если захотелось вам купить да там ворох потом уже темное белье разнашивается больше темное белье всегда разнашивается гораздо дольше потому что краска которая красит материал она более агрессивная и над ним дольше находится материал поэтому для того чтобы выстирать вот этот вот ну как или химический элемент скажем да из материала он должен как бы постирать его нужно три-четыре раза если бежевым белью хватает 1 2 то здесь получается 34 но в носке как бы это никак ни на что не влияет вот есть такая просто небольшая особенность бывает такое брак которое можно одеть даже под открытое платье под платье с открытым верхом но это тоже стало для меня открытием еще один совет по уходу за бельем в преддверии теплого сезона если вы все-таки вспотели да чувствуется то домой вечером придите обязательно прополощите чтобы он не лежал там три-четыре дня там не ждал своей как бы нагреться очереди потому что пот разрушает эластана очень важно его выстирать из ткани ну как можно быстрее когда на нас красивое белье мы себя чувствуем увереннее в любой ситуации даже если его никто не видит поэтому для меня конечно же общение с ольгой в первую очередь в мою жизнь внесло вот эту уверенность партнер проекта модель x салон нижнего белья брофитерия индивидуальные консультации расширенная размерная линейка нижнего белья домашняя одежда для женщин плюс сайз подбор белья на нестандартные формы подбор комплектов для подростков и женщин элегантного возраста салон нижнего белья брофитерия брофитерия сверловский проспект 58 запись по телефону 8 950 738 08 85 узнайте больше на странице брофитерия в инстаграм медицинский центр новая клиника профилактика ковида и реабилитация после заболевания мы в самом центре города на кирова 159 телефон 211 07 60 администрация города челябинска и имидж клуб светлана представляют 21 фестиваль моды платье города 8 апреля театр оперы и балета коллекции молодых и уже известных дизайнеров урала дефиле vip person а также специальные гости алексей и анна бородулины с премьерным показом коллекции небо над вирсалем и зухра салахуддин с невероятным неоновым шоу хабиби платье города 2021 заказ билетов 263 57 37 подробности на сайте светлана 74 точка ру есть такое мнение что все природное натуральное и органическое это всегда хорошо качественно и дорого но не всегда и не совсем это работает вот взять например текстильную промышленность далеко не все натуральные ткани удобны а в уходе и эксплуатации что важно знать о синтетических и смесовых тканях сегодня расскажут наши эксперты натуральные ткани в одежде часто противопоставляют тканям искусственным но высокой моде не все так просто и однозначно и некорректно говорить о том что все натуральное это дорого качественно и хорошо а все синтетическое стало быть наоборот в этом вопросе нам помогает разбираться технолог модного дома я наталья тухватулина в советском союзе полиэстер появился в 60-х годах как технический материал использовали только для таких наверное изделий или там вещей там как палатки там как парашюты а потом уже стали его добавлять различные ткани шерстяные ткани с вискозой смешивают современные ткани в которых есть там полиэстер пять процентов 15-30 процентов их не отличить от тканей которые стопроцентная шерсть стопроцентный шелк сейчас не нужно бояться в наше время изделий стопроцентного полиэстера так как это все равно удобно и в носке и в уходе в отличие от натуральных тканей одежда из полиэстера меньше мнется быстрее сохнет не выгорает на солнце а ее цвет остается насыщенным даже после многочисленных стирок все чаще используют смесовые ткани для изготовления школьной формы потому что это удобно можно те же брюки постирать повесить во первых они быстро сохнут можно даже в общем-то и не утюжить еще полиэстер ну так скажем запоминает форму при нагреве то есть это дает нам возможность создавать плессированные ткани полиэстеры и другие синтетические ткани как мы уже выяснили просты в уходе правда есть нюансы которые нужно учитывать ткани из полиэстера стирают при 40 градусах не нужно их смешивать ни с какими другими цветными тканями то есть их стирают отдельно с добавлением полиэстера тогда тоже лучше как бы сортировать по цветам в зависимости сколько туда полиэстера добавлено если 50 на 50 то это нужно вот отдельно как-то стирать допустим если 5 процентов эластана 95 вискозы то это уже считается все равно как ближе к вискозе и уже уход как за вискозой единственный минус искусственной ткани в том что светлые изделия со временем неизбежно желтеют к тому же белый материал с участием синтетики не рекомендуется стирать сразу после темных вещей часто в машинке остаются следы краски которые могут оставить серый налет изготовление изделий из полиэстера они более трудоемкие чем даже вот из там и стопроцентного шелка или шерсти так как полиэстер не всем технологическим приемом поддается допустим при посадить сложно где-то это будет видно если допустим шерсть можно суть ужить то полиэстер он уже не суть ужиться современные дизайнеры вообще очень любят работать с полиэстером потому что он не уступает всем натуральным тканям в то же время у этих тканей большая цветовая палитра и большое многообразие фактур стопроцентные синтетические ткани имитируют жаккард имитируют натуральные шелка кружева бывает очень тонким мягким пластичным но она может быть стопроцентным полиэстером сейчас очень популярен искусственный мех это тоже стопроцентный полиэстер можно много сетовать на то что раньше все делалось вручную и было натуральным а сейчас вокруг сплошная синтетика однако не стоит сбрасывать со счетов высокие технологии текстильной промышленности ведь они открывают дизайнерам новые возможности для творчества а модницам как впрочем и всем людям существенно облегчает жизнь сегодня уже никого не удивляет то что многие вещи приходится делать на ходу описать смски в пробке или решать какие-то важные вопросы за обедом и вот и мы с коллегами решили последовать этому тренду и так появился на свет проект который получил название интервью по дороге все мы постоянно куда-то спешим куда-то бежим или едем так или иначе наша жизнь связана с движением именно движению посвящен наш новый проект мы будем брать интервью по дороге вот именно по сравнению с непрямыми конкурентами ауди q8 отличается самым обширным и комфортным салоном внутри мария крутасова знает об автомобилях если не все то по крайней мере намного больше остальных и это потому что уже много лет руководит автосалоном ауди в этом харизматичном человеке сочетаются самые противоречивые качества с одной стороны блондинка модница с другой трудоголик и ответственный директор светскую жизнь многодетная мама успешно совмещает семейной иной раз обходясь без няни и помощниц по дому как оставаться милой и женственной и столько всего успевать это мы и выясняем конечно же по дороге ну а когда же еще найти время скажи пожалуйста в каком возрасте ты научилась водить машину было ли это для тебя легко я сдала с первого раза и теорию и практику но честно скажу что с практика немножко меня помню были затруднения с горкой вот именно потому что это сейчас автомат а там ручное управление механика тормоз переключать не на том концентрироваться но тем не менее за вас первого раза что касается автомобиля то есть какая-то предрасположенность к ним не даются легко я чувствую себя комфортно на дороге а как ты считаешь как специалист только честно вот что лучше автомобиль поддержанный но более дорогой более роскошный чем вот можете позволить на данный момент человек может себе позволить или чтобы это все-таки была машина новая но такое посредство вот что лучше выбирать у меня была lada отечественная автомобиль то что могла себе позволить и наверное это было соответствовать то времени и в общем-то моему так скажем достатку и позиционированию потом конечно по возможность когда появляется импортер первая машина остается audi a3 жемчужного цвета но потом ты ты мощная с 5 было купе audi a5 и a8 42 лон но дело не в этом конечно мне хотелось вне зависимости от выбрать новый автомобиль я скажу честно я сейчас могу сказать может быть профессионально и стратегически неверно я скажу искренне я всегда выбираю новый автомобиль по достатку и ведь в audi сейчас достаточно входной билет стал до цены повысились но он стал доступен благодаря кредитным программам и в audi всегда в любых моделях а тем более в новой модели которая недавно вышла на рынок помимо хорошей обзорности эргономика заключается в то что водитель не отвлекается от дороги вот обратите внимание мультимедийный интерфейс я могу управлять с руля я могу управлять тачскрин выбрать любую мне радио навигация куда это не надо ехать до локацию цель моего достижения могу выбрать настройки жесткости сейчас мы едем уровень комфорта то есть я не буду отвлекаться от дороги у меня это будет либо голосовое управление либо тачскрин кроме того управление голосом а также громкостью выбором радиостанции прочего могу делать руля это качество отделки приятная кожа вот мы сейчас на вентилируемых сиденьях с унице массажа устала спина я включаю также я могу задать себе ритм массажа вот здесь с помощью мультимедийного интерфейса а думала ли ты в детстве что твоя жизнь будет связана с автомобилями или может как все девочки хотела быть принцессой артисткой или там еще какую-то профессию для себя присматривала в детстве об автомобилях я не мечтала для меня они были все одинаковые хотела я стать актрисой соответственно знание языков литературы игра потому что меня актрисы это различные роли это красота это созидание это какое-то наставничество вот может быть поэтому я стала преподавателем иностранных языков потому что мне хотелось кого-то учить доставлять что-то может быть это передалось так скажем по наследству в генном коде от родителей скажи откуда ты узнаешь о трендах ты что-то читаешь или вот доверяешь знакомым и любимым бутикам узнаю из интернета мы сейчас помощью социальных сетей можем посмотреть даже показы прямые тех же модных домов пожалуйста хоть шанель хоть бауман хоть цент варан хоть ольчика бана прежде всего я читаю специальную литературу это история потому что чтобы определить свой стиль или дом какое-то пристрастие все-таки ты идешь через философию этого бренда подходит ли на тебе по твоей философии по твоему внешнему виду как у тебя происходит комплектация твоего гардероба достаточно ли там еще или там больше чем достаточно вещей как вот это все у тебя регулируется это однозначно перебор есть но что делать есть некоторая слабость могу себе позволить в том смысле то есть сама себя утешаю на самом деле надо над этой слабостью работать но под почему могу позволить что у меня окружает одни мужчины поэтому мне нужно как-то расслабляться вот я нахожу в шопинге себе какую-то иногда душу ну и творчество и и креатив поет душа тебя в твоей семье окружают мужчины три сына муж и вот в таких условиях таких обстоятельствах как оставаться девушкой хотел бы сказать что наоборот они делают меня жестче может быть для моей профессии это самое подходящее в бизнесе к счастью и к сожалению вот это жалость это приводит к краху и к несчастью только рассудок где-то жестокость строгость дисциплина может быть борьба выносливость вот она дает успех и дает потом результаты а это дает вот моя семья уже у мужчин все по-другому у лирика их совершенно не волнует их волнует результат должен быть ужин все должны быть чисто как ты это организуешь это уже твои вопросы должно быть уютно например кто-то сам отказывается чтобы здоровье было хорошим не прибегая к диетологам сам ну ограничивает себя там сладком жирным и жареным а кто-то обязательно идет к специалисту там в диетологу который ему прописывает меню вот если это все спроецировать на соцсети как у тебя обстоят дела ты сама это по ну представляешь да как взрослый человек разумный что про это нельзя писать про это надо про это можно либо все-таки есть те люди которых ты слушаешь у кого ты консультируешься скоро будут те люди которые возьмут наверное это будет аутсорс однозначно на все надо время нужны знания нужны опыт честно скажу не хватало время сейчас я сама ставлю себе в планах прослушать курсы по соцсетям именно по возможности пройти какие-то курсы для того что правильно потом контролировать и вообще свою страницу ввести и быть в тренде а скажи пожалуйста за что челябинск хочется любить и чтобы ты в нем изменила самое главное чтобы он стал еще лучше наверное что классно я бы не поменяла хорошее это люди каждый город еще ассоциируется не только с памятниками культуры история его но и теми жителями которые населяют и которые делают и вносит какой-то вклад настоящий момент город прекрасно много озер лесов но вот неправильное такое небрежное отношение к окружающей среде экологии губит нас поэтому я окружаю себя спортом результатами окружая приятными людьми правильно и город остается прекрасный сама делаю свой дом пожалуйста у меня есть маленькая тепличка выращиваю для души зелень овощи фрукты большое спасибо это было интервью по дороге до новых встреч это beauty time будьте с нами всегда на нашем youtube канале в инстаграм и контакте заходите подписывайтесь и давайте нам обратную связь для нас это важно на этом выпуск завершён до встречи до встречи